Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, рада вас приветствовать, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Сегодня на очень интересной колоде. Видите, какая здоровая коробка, ну просто огроменная по размеру карты. Мы с вами сейчас посмотрим его мнение о вас, его отношение к вам, какой он вас видит, может быть какая бы есть на самом деле, какой он вас видит на данный момент времени. Ну и в ближайшее время, что он там будет делать, вот посмотрим, просто позадаем вопросики опять же, ну немножко в свободной теме, в свободной манере точнее. Тема у нас тоже достаточно свободная, но сначала изначально мы будем смотреть, как он относится к вам, какой он вас видит, вы его глазами, да. Может быть, что было раньше, что потом. Смотрите, какая прелесть, это Аркан Мир. Так что очень красивый. Так, приступаем, да. Можете сразу поставить лайк данному видео, пусть все хорошее сбывается, все плохое уходит. Итак, карты, конечно, огромные. Подумайте о партнере. Что он там, как он там без вас, может быть, да. Как вы без него, как вы вместе. Представьте его хорошенечко. Давайте посмотрим сейчас, просто первый Аркан, что покажут. Какова энергетика. Так, хорошо, еще возьмем. Мы еще возьмем. Ну, знаете, вот сразу скажу, что вас он видит сильнее, даже надежнее. Вы знаете, он почему-то вас рассматривает еще в связи с кем-то. Возможно, он вас сравнивает со своей мамой, может быть, такой быть, или с женщиной, которую он очень уважает. То есть он вас и так видит царственную особу. У него, знаете, есть какое-то то ли благоговение к женщине. Он себя ставит немножечко ниже ранга. Вот сейчас, может быть, на данный момент. То есть он как-то видит вашу активность, вашу критичность, ваш авторитет, кстати. Он тоже. И здесь, понимаете, я могу склониться к тому, что мужчина уважает женщин в целом. То есть у него хорошее воспитание и заложено уважение к женщине. Это, в принципе, хорошо, да. Так, ну и еще. Для него, конечно же, авторитет – это женщины его семьи, те, кто близки, ему близки. Это могут быть подруги, это могут быть тетушки. Здесь вообще прям институт уважения к женщине. Вот прям привито ему. Но это не значит, что он вообще ничего не будет делать, да. Но он действительно, вот здесь как бы отдаёт приоритет женскому уму, силе. То, что женщина – мать, да. Она воспитывает детей. Она такая сильная и храбрая, и смелая, и нежная, и добрая. То есть всё. Вот здесь идёт вообще-то очень хорошее отношение. Вот сразу показывают. У вас он, ну вот, видите как, что мы с вами смотрим сейчас. Он даже, знаете, он может всё это уважать, но он сейчас может быть на отвязи, скажем так. Он ещё может желать пока для себя пожить. Он ещё не устаканился. Ну это сразу как бы, да. Здесь мужчина может быть моложе вас, может быть, знаете, если по возрасту он уже такой взросленький, да, человек. Но поведение его, ну хорошее, бодрое, приятное, мы не видим пока ничего плохого. Но даёт как бы о себе знать, что он своим поведением и прочее, всё-таки он хочет, он активный может быть. Но он хочет как-то для себя действительно пожить, ещё разобраться, что ему нужно, что не нужно. Он уважает, он хорошо относится. Но вот дальше, что дальше? Давайте прям посмотрим сейчас, какой он вас видит. Да, у нас вопрос. Ну давайте сразу прям, какой он вас видит. Мы уже увидели, конечно, что здесь активность приветствуется в женщине или в виде такой царственной особой. Сразу вас увидел яркой личностью, да, вот как-то готов быть вашим рыцарем, в принципе. Ну или пожил вашим. Он приоритет, преимущество для вас даёт. Но мы сейчас ещё поглубже заглянем. Давайте, какой он вас, давайте вообще в начале ваших отношений, какой он вас увидел, какая вы для него. Так, ну кстати, император, посмотрите. То есть это ответственная женщина, это структура есть. Вы многое можете решать. Может быть у вас должность есть или вы знаете в характере. Значит, даже педагоги и врачи могут быть, девочки, да. Те, которые, в общем, как та женщина, которую можно слушать и доверять. И иногда мандраж берёт, да, как будто бы ну вот как учитель. Да, когда есть уважение, когда знаешь, что женщина тут действительно права и больше знает. Но здесь идёт приоритет вашему, ну, вашим организаторским способностям. Может быть он смотрит, что вы действительно, иногда ваше поведение такое мужское больше, да. Ну то есть не раскиселиваетесь в случае чего. Какой он вас ещё увидел? Знаете, а с другой стороны домашней. Либо женщиной, которая может в социуме продвигать свои идеи и добиваться успехов. А также домашней, да, которая в принципе может, как все женщины, которые хотят тепла, уюта, семьи, ожидать дома. То есть вы какая-то, с одной стороны, даже авторитарная, структурированная добиваетесь своего. С другой стороны вы такая же домашняя кошечка. Да, если вы ожидаете, то вы стабильная, кстати. И опять же здесь идёт у вас вот такая сила активная. Дальше. Конечно же он вас ещё увидел немножко загруженный, перезагруженный даже слегонца. Потому что много может быть на вас навалилось, и вы пытаетесь разрешить всё как-то одним способом, да, утрубануть. Но не получается. Поэтому можете быть перезагруженный эмоционально, интеллектуально. Здесь даже отсюда может быть плохой сон. Может быть он знает, что вы там по ночам любите общение. Вот выходить на связь. Ну и ещё, кстати, дорогие, вот здесь нужно расшифровать. Почему нам показывают чаль. И внутреннюю закрытость. Есть какие-то помехи. Есть помехи. У кого треугольники, здесь понятно. Здесь нет открытости, нет чёткости, да, потому что ещё кто-то есть. Вот те, кто из вас друг для друга, прям вот нет никого, да, нет никаких третьих лиц. Здесь, знаете, собственные ограничения идут. Возможно, он видит, что вы чего-то боитесь, побаиваетесь. Если потом перезагружаетесь очень сильно, вам нужно переключение, расслабляться вам нужно. Вы любите уважение людское. Как-то, чтобы правильно себя показать, чтобы не думали, что вы какая-то разгильдяйка. И для многих из вас, девочки, карьера и самореализация очень важны. Это прям ваш девиз по жизни, да, ваше жизненное кредо всегда. Как в известном произведении. Но у вас вот такая прям на коне, вам нужно скакать, вам нужно делать дела. Что-то так особо выждать-то не любите выжидать. Вы любите конкуренцию, вы любите честную такую борьбу, игру. С мужчинами можете так же конкурировать, да. Что в социуме, что как-то может быть в разных ипостасях вообще. Так, что он думает о вас сейчас? И какой он видит вас сейчас? Ох, девчата. Либо вы замужняя женщина, и он вами восхищается просто, и близок локоток до него путишь, он чувствует себя мальчишкой рядом с вами. Либо вы та женщина, которая может научить. Можете его действительно как педагог, вы как духовный проводник. Можете показывать человеку как-то, норовоучать его, кстати, да, как Мальвина, Буратино, да. Показывать ему на его вот эти, тыкать его, как котёнка, где мимо сходил, да. Вот так, ну показывать, где он не прав, где что-то там направлять вас можно на его. Честно говоря, он вас даже немножко побаивается. Потому что вы на словцо такая, можете быть очень даже, долго не будете ждать сразу, скажете, что думаете. На словцо рисковато. Ум очень критично. И, опять же, активно. А вот эта вот критичность и активность, да, тут по стихиям идёт. То есть вы как-то ещё и сбалансированы. Но вы для него, я думаю, что это недостижимое. Ну вы солнце для него. Мало того, что как недостижимая какая-то задача, как звезда, хотелось сказать, да. Ну не по аркану звёзды или звезда, а вообще какая-то богема для него. Не знаю, может быть у вас статус какой-то такой. Может быть он просто с восхищением, с восторгом на вас может. А ещё и слегка побаивается вас. Но вообще вы для него луч света в его тёмном царстве. Так, в ближайшее время что-то изменится, как он будет к вам относиться. Мы просто посмотрим. Такс. Ну здесь, во-первых, мужчина, который... О, дорогие. Но он, конечно, может стремиться. Он может стремиться вас догнать и, может быть, перегнать. Вот здесь нам показывают, что этот мужчина может захотеть стать достойным вас. То есть вы в его понятии, вы очень цельная личность, много вы добились. А он пока что не соответствует, но он готов. У него есть активность. Причём здесь ещё нам показывают желание. В общем, в ближайшее время какое-то... Да, он, возможно, будет стараться вам соответствовать, как-то подрасти, вырасти. Да, начать тоже быть, а не казаться сильным, смелым, решительным. Единственное, вот здесь почему-то нам показывают какой-то подвох. Так, с чем это связано? Знаете, этому мужчине нужно чётко будет знать, что там. Тут, может быть, ревность у него. Возможно, вы, если вы, дорогие, не свободны, то, может быть, даже он решит прекратить. Вот он добьётся своём, как-то поднимется, да, и потом ему не нужно. Просто вы сейчас всё равно поднимаете, вы ему даёте какую-то мотивацию. Потом он может просто шашкой рубануть. Вот здесь я просто вижу какой-то подвох. И, скорее всего, если вы свободны, ну-ка. Ох. Знаете, может быть, вот чем вы больше вкладываетесь, пока вы не обращаете внимания на этого мужчину особо, да? Может быть, он вам, да, ну, где-то сомневаетесь. Может быть, ещё не очень нравится. Может быть, вы всё равно как-то не видите реальной партии для вас, выгодной, да? И вообще, вот просто, ну, человек более низкого полёта. Показывают так. Вы можете сомневаться. Но только он поднимается, да, что-то незрячий, когда прозреет, первым делом он бросит палку, да, свою. Ну, вот пасашок, на который он опирался. Так вот, здесь вы знаете, что здесь у кого-то может девочке проиграться, что вы очень много вкладываетесь в этого человека. Так или иначе, вы его обучаете, вы его взращиваете, а потом он просто становится на ноги, да, становится сам крутым специалистом, профи. И вот здесь он может сказать, что всё, дорогая, всё, не перестанет восхищаться, что ли, ты что прям так возьмёшь. А здесь уже, вы знаете, когда, вот чем больше вы эмоции будете проявлять, да, как-то вот, чем больше вы будете вкушать этот нектар волшебный, его внимание, его благоговение вами, да, чем меньше у вас будет защиты своей, чем больше вы будете растворяться в этом человеке, тем, конечно же, может быть нанесён вот более сложный такой какой-то удар для вас. Вот здесь вот есть, давайте посмотрим, ну да, какая-то штучка такая неприятная, да, может быть подвох, может быть вы уже даже столкнулись с этим, девчата, кто-то из вас столкнулся, а почему же так вероумно ты себя поведёшь, прям оперился типа того, что и всё. А знаете, здесь вы должны сами будете узнать, здесь время показывает, здесь показывают жрецу. Ну ты же сама умная, ты же сама придумай что-нибудь, да, ну придумай что-нибудь сама. Вы знаете, здесь ваша интуиция должна сработать, и она не должна вас подвести. Возможно, вы сейчас чувствуете, что... Вот уже чувствуете какой-то подвох, что есть человек, или может появиться, или уже был у вас, неважно, да, у вас разные ситуации, статусы разные по времени, это променые, временные промежутки разные. Но здесь идёт речь о вашей интуиции, что с этим человеком пока всё-таки лучше дружить, дорогие. Дружить, да, вы можете ему давать советы, вот в принципе я не вижу здесь любви, ежели честно. Влюблённость, да, благоговение есть, но всё может поменяться, только этот человек станет на ноги. Представляете, чего показывают? Ну только как, вот когда он вас добивается, пойманную рыбу не кормят, а вы как раз-таки можете дать слабину, можете прямо влюбиться сами в него, начать эмоционировать. То есть это вам показывает, что нужно пока отстраняться, вот как-то отстраняться, держать его на вытянутой руке. Либо это тайная связь, да, от которой вы тоже можете всё время, со временем начать страдать. Вы можете быть замужником, может быть любовником девочки. Также здесь показывают, вы можете захотеть серьёзных отношений замуж, может быть кто-то детей захочет от этого мужчины родить. То есть вы из жрицы можете вполне захотеть поменять статус в императрице. То есть уже подняться принцесса, вот нам показывают нашу жрицу. Она, естественно, это очень сильный аркан, это очень сильная харизма, тайна, но это больше не про любовь, это вот прям про всё, что хотите, про мистику, про тягу, про ум, про интеллект. Это оказывается в нужное время, в нужный момент. Быть недосягаемой богиней просто для человека, непознанной, такой с холодком. Императрица, конечно же, наоборот, это уже женщина, которая так или иначе, на ней хочется, ей хочется предложить руку и сердце, но женится, да. Жриц, конечно же, либо в друзьях, либо в любовницах, вот так мужчины предпочитают оставлять, но опять же, все ситуации разные, но вот сейчас работа просто на контрасте, да, ведётся, то есть вполне может быть, что вы пожелаете, а вот он захочет ли, мы так далеко смотрим, получается, ну мы просто, мы просто спрашиваем. А нам говорят, ещё шаги не сделаны особые, но здесь, знаете как, здесь если решит, человек захочет, то, ну ненадолго. Девчат, вот здесь всё-таки показывают мужчину, который к вам приходит, какое-то обучение с вами, он что-то, мотивацию получает, он может восхищаться, да, но если что-то дальше куда-то пойдёт, если вы захотите быть с этим человеком уже, да, моего сердца прям капитально взять, он в полон его взять, забрать, он не годится пока, это ветреный человек, как ни крути, может быть для вас, может быть ещё время не пришло, но сколько ждать, мы смотрим на не очень большой период времени, и опять же, по девятке кубков, это всё-таки веселье, это отдых. Ах, ну да. И здесь немножко надо отстраняться, как бы. То есть иногда полезно понаблюдать со стороны, что происходит, вот вон он с головой здесь точно нельзя, ну может быть в ближайшее время, но так опять же говорят карты, девочки, так, а вот что здесь за движение, что за колесница. Так, от того, насколько вы чётко будете понимать, что, во-первых, здесь у вас какая-то кармическая задача с этим человеком, насколько вы будете осознанно не относиться, и даже понимать, здесь идёт обучение девочки однозначно, вы друг друга учите, вы можете чувствовать себя сильнее, стабильнее, да, как-то, знаете, когда берёшь там человека, который меньше тебя знает, да, ну как бы на буксир, как раньше это говорили, да, возьми там на буксир двоечника, вот вы его берёте, как-то мудростью своей делитесь, делитесь, как-то обучается, да, но это карма, вот сколько вы даёте, ровно столько вы должны получить в конечном итоге в ответ, да, а если просто будете раздаривать, ну вот тут показывают, что это будет не оценено, то есть мужчина это тоже должен вам как-то давать однозначно, здесь должен быть баланс, гармония, здесь нужно уметь договариваться, если вы просто вкладываетесь, это не будет оценено, поэтому здесь дорога идёт, открытые пути дороги, когда у вас всё более-менее равнозначно, то есть если он сейчас вам не может ничего дать, а вы его только вот тащите, тянете на себя, будет не очень хорошо, то есть тут либо умерьте ваш пыл, надо этому мужчине дать, позволить развиваться самому, самостоятельно, стать самому по себе, возможно этим императором, но не магом, потому что пока что император это вы, получается так, вы очень многое на себе тянете, то есть этому мужчине нужно, если вы даёте ему возможность, чтобы он сам оперился, сам стал сильнее, но просто отпускаете его, да, в своей энергии, что тогда будет, так, вот здесь конечно показывают, что, ну давайте ещё, так, ну давайте до старших арканов дотянем, конечно всякое может быть, сейчас всё-таки вытащу я старший аркан, хочу посмотреть, не надо делиться вашими знаниями, вашим опытом, или пытаться тащить на буксере этого человека, оттуда действительно, потому что у него эмоции могут быть, и он может конечно вырасти, и может даже влюбиться в вас, да, но тут пройдёт какое-то время, здесь обязательно нужно с точки зрения, вот как правильности какой-то делать, да, чтобы иногда человеку, вот вообще абсолютно помогать, потакать, как-то тянуть, бывает вредно и опасно даже, да, что человек начинает просто, ну на шею садиться, и никакого продвижения толком нет, то есть вы вкладываетесь, а в ответ ноль, пусто, теряете энергию, человек как-то вот уходит, да, он не ценит ваше вложение, и прочее, здесь же нам показывают, что обязательно нужно, чтобы было без фанатизма, гармонично, как-то здесь идёт исцеление ваше, и вы можете оказывать это исцеление на человека, но при том, что всё будет ровно, спокойно, без переборов, да, то есть не надо на себя взваливать, не просит помощи, вроде как, значит сам справляется, ну может быть, мы не про финансовые сейчас говорим, лишний раз тащить на себе, просто нет смысла, не стоит, иногда даже полезно пустить ситуацию на самотёк, при этом вам быть очень такой гармоничной, сбалансированной самой для себя, здесь очень многое зависит от вашей энергетики, мужчина может поменяться, может измениться его мнение, мужчина может измениться, может измениться его мнение, вот он вас видел, там первый раз, потом второй раз увидел, в первое время, когда познакомились, потом он вас, сейчас какой он вас видит, ну и потом, вот пока, видимо, вы как-то делаете, что-то очень много для него, как-то очень много вкладываетесь, не оценит, то есть вам здесь идёт предупреждение, поаккуратней, поосторожней, не, вот, не раскрывайтесь полностью, не будьте рубахой парнем, да, то есть опять же, это говорят вам арканы, карты, и так я считываю информацию для вас, а как вам поступать, конечно же, вы будете принимать решения сами, самостоятельно, да, то есть за вами всегда выбор, вот, но здесь просто говорят, что не спеши, а то успеешь, да, немножечко по закрытии, не распахивайся, душу не распахивай, и вообще всё про себя там не выдавай, и чтобы он ценил действительно, тут надо как-то, чтобы было, обязательно было равновесие и баланс, то есть нельзя, вот говорят, что доброе дело делаешь, отпускай тогда, да, сделала и уйди, чтобы назад ещё не прилетело что-нибудь, да, вот, то есть не надо здесь ждать, делаете и делаете, но лучше взаимный энергообмен должен быть, то есть вы тоже что-то должны получать, хотя может быть из вас, многие из вас, девочки, такие альтруистки, которые вы полностью, я хочу, я всё себя раздариваю, да, и ничего взамен не надо, ничего мне от него не надо, говорят, ну, немножко по энергетике теряете, немножко, я сказала, мягко, вот, ну, и зацепить этого человека будет гораздо сложнее, если вы действительно к нему проявите потом эмоции, чувства, может быть, уже сразу кто-то из вас уже всё подзастрял, подспоткнулся об этого человека, да, и теперь валяетесь, образно говоря, и встать не можете, да, хотя вы активные, и классные, и прочее, и многие говорят, девочки, в таких ситуациях, просто приеду пример, что, ну, я же такая сильная, я же такая понятливая, я же всё понимаю, но почему он, почему на нём, вот даже мне сначала не нравился, да, или там я всё понимала, что я просто хотела попробовать, или там я просто хотела помощь оказать, и прочее, и потом получается, что всё, и не знает замечательная вот эта женщина, девушка, что же ей делать дальше, почему так случилось, как она так привязалась, и чувствует, что всё, она не может без него, а он, как бы, получается, попользовался, и дальше на самотёк, то есть здесь надо сразу заранее смотреть, что обязательно мужчина должен в вас вкладываться, а не только красивые слова говорить, как-то, ну, как конкретно вкладываться, это мы с вами можем, только на индивидуальном приёме, скорее всего, здесь есть, конечно, вероятность страстей, страданий, привязок, есть, ну, пятнадцатый аркан не дремлет, а также есть, возможность посмотреть на себя со стороны, возможно, кто-то захочет закончить эти отношения, а кто-то надеется, что какие-то сложности вы пройдёте вместе, и дальше у вас ваши отношения только усилятся, улучшатся, ну, вообще-то здесь такая двоякая ситуация, да, вообще-то вы, в итоге вы находите сами себя, или ищите сами себя, в этих отношениях, вот так, начали мы спрашивать о том, что как он относится к вам, ну, ещё потом посмотрим, то есть, опять-десято, посмотрите, какая здесь информация идёт, более обширная, более глубокая, я надеюсь, что вот эта аналитика, вот такое глубокое погружение в ситуацию, в характеры, и, возможно, информация снимается даже на общем сеансе, вот именно для вас будет полезно, да, я очень на это надеюсь, те, кто желает обратиться индивидуально, смотря по фотографии, в каналах, есть на знание, сновидение, пожалуйста, пишите, есть информация под видео, учитывайте, пожалуйста, очень внимательно, время для написания заявок, и по московскому времени ориентируйтесь, вот так, ну, что, дорогие, я надеюсь, что вам было интересно и полезно, вы с удовольствием подписались на мой канал, поставили пальчики вверх, это мотивация для наших новых встреч, и поддерживайте мой канал, то есть, это вам абсолютно, как бы, не сложно, да, сделать, пользу вы приносите очень большое, и вот эта энергия благодарности, пусть в первую очередь, поможет вам, да, улучшить, улучшить ваши отношения, либо понимание, да, что действительно вам нужно, ну, пусть просто будет это все вам в руки, пусть это будет вам на пользу, только во благо, ну, вот так, дорогие, до новых встреч, еще раз вам взаимности, и пока-пока.